По поводу тех, кто не проголосовал, ну действительно, соглашусь с вами, до 4,5 миллионов украинцев, возможно, не проголосовали. Это данные общественной организации «Опора». Ну, реальную картину. Реальную мы, видимо, узнаем только завтра, но уже сейчас понятно. Жители Донбасса и Крыма были лишены такой возможности из-за агрессии России и военных действий. В Донецкой области отдать свой голос не смогли очень многие, по некоторым оценкам, до 2 миллионов человек. Ну, 9 округов, их в области 21, находятся под контролем боевиков ДНР. В Луганской области боевики контролируют 6 округов из 11, и не исключено, что там не смогли проголосовать более миллиона человек. Ну и далее, Крым и Севастополь, это еще почти 2 миллиона украинцев. Проголосовать не смогли и многие участники АТО, ведь парламент не внес изменения в избирательные законы. Как итог, до 50 тысяч тех, кто в окопах и блиндажах, могли остаться за бортом. По крайней мере, таковы данные Центра сберкома. Ну, а еще есть переселенцы. Вот как им отдать свой голос? По данным Организации Объединенных Наций, почти 400 тысяч украинцев, задумайтесь, почти 400 тысяч человек из Крыма и Донбасса, поменяли место жительства внутри страны. И еще почти столько же выехали за пределы Украины. И вот наши корреспонденты проехали по прифронтовой полосе и узнали, кто там не смог принять участие в выборах. И устроили свое альтернативное голосование. У меня в руках урна с нашим неофициальным телевизионным голосованием. Мы объехали всю так называемую серую зону Луганской области и постарались собрать все мнения. Здесь уже 4 месяца живут без денег, часто без воды и света, под постоянными обстрелами. И люди совершенно не следят за политической ситуацией. Они просто выживают. Подробности недели мы проводим акцию «Счастье или сон» возможности голосовать. Мы предлагаем вам проголосовать или, может быть, пожелание написать кому-то из политиков. О, Боже мой, то, что надо писать, я же не хочу политикам, чтобы они обдумались, чтобы было лучше жить. Кому отдаёте симпатии? Ну, за Порошенко, конечно. Люди носят масло там, гречку, а вы ничего не носите. Нет, мы предлагаем людям сделать выбор, за кого-то проголосовать. Ну, я думаю, что я заняшка. А вы не нарадуете. А что пишете? Я отказую. Что-то на камеру пожелаете, политику? Исправить положение в стране. Это самый лучший вариант. Суин. Что написали? Что написал? Ты написал, желаю, чтобы нынешняя власть изменила образ мышления, что называется по-гречески метанои, покаялась перед Богом за свои деяния. Пусть больше о людях беспокоится. Я написал, что я за мир. Пускай уже порешают эти политики. Трехизминка. Мы замерзаем. Чтобы они тоже повёрты. Голосую за партию Петра Порошенко. И это было бы правильно, если бы в парламенте тоже было бы его, большинство было бы его партии. Ну, я считаю, что президента нужно поддерживать и не быть как лебедь, рак и щука. Ну, и Украина должна остаться единой. Я нашла, что анонимно. Так. Это такой человек, который, я думаю, считаю, что он может прийти к войне. Чтоб было понимание во всём и везде, а не так, что друг друга не поймут. Так на выборах. Ваш голос будет услышан. Мы передадим вас этим депутатам. Спасибо. И поняли друг друга. Вот с этой урной мы объехали серую зону Донецкой области. В тех городах и посёлках, где люди не голосуют, часто нет света, поэтому жители не смотрят телевизор и о кандидатах ничего не знают. Мы предлагали им не только проголосовать, но и написать свои пожелания политикам. Нам всё равно, какая здесь будет власть. Мы хотим мира. На оппозиционный блок я бы голосовала. У нас нет ничего, ни света, ни газа, ни воды. Уже четвёртый месяц. Мы так живём. Я вообще не хочу про Великовную Раду поварить. Вот то, что они сотворились народом, это просто беспредел. Понимаете? За кого вы пытаетесь? Ни за кого. Я хочу, чтобы дети мои вернулись и жили в этом доме. Вот же я хочу. Аня, пиши, пиши, пиши. Хочу мир. Вот так я хочу. Ничего, ни одного слова не хочу писать. Я даже смотреть по телевизору не хочу. Они там позажратые, миллиардеры. А за народ простой, они не думают, что вот идёт зима, мы вот так вот одетые. Не пускать хлеба нету. Мы работаем вообще как диспансер. У нас как диспансер голосуется. Главное врачи, мы находимся на территории Украины. И нас не там, не здесь не принимают. Поэтому я не хочу ни голосовать, ни просить. За кого? За Лешка. Почему? Да почему. Нравится. А надо такого? А можно я просто вот таким шрифтом хочу мира? Это нормальное пожелание нашим политикам? Я никого не вижу. Вообще никого. Просто никого. Они могут что-то сделать, не могут прекратить войну, они могут выплатить, выплачивать, бить, бить. Они могут что-то сделать. Понятно. По��� Gal completely. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok